всем привет вы на канале ГАРАЗ 28 опять руки добрались до москвича из последних распаковок вы видели да что пришли и реле прерывателей куча светодиодных лент и разные светодиодные модули и в общем принципе все комплектующие у меня есть для того чтобы поэкспериментировать с задними стоп сигналами то есть задними фонарями одна из серий по москвичу осенью была и там я менял задние стопаки то есть мне привезли комплекта я обновил провода кое-что там сделал восстановил резинки и поменял более лучший комплект на свои хотя тот комплект который мне привезли который я поставил на москвич он тоже как бы не понравился предыдущему хозяину он поставил себе еще более новые мне грубо говоря бушка пришла бушку я поставил а свои снял и мои в очень плохом состоянии то есть в таком состоянии они полностью рефлектора не то что осыпались они даже сгнили все вот куски просто отламываются и я решил попробовать сделать светодиодные задние стопаки сначала были эксперименты просто ложил такой вот линзованный светодиод он типа яркий но рассеивающий на вскидку пробовал на термоклево так и закрепить все три включал и довольно тускло они светят в некоторых они теряются просто то что у нас допустим поворотники были бы белые само собой этот белый цвет не катит потом я пробовал ставить вот такие модули то есть это светодиодная матрица на 12 вольт уже готовая даже с двухсторонним скотчем также пробовал на термоклей вот так подвесить ее включал и опять же свет вроде бы яркий но он теряется стопаках потому что источник по сути один и всю фару он не просвечивает а каким-то пучком небольшим светит поэтому тоже эта идея ушла и у меня еще были заказаны светодиодные ленты smd 5050 типа очень яркие каждый диод трехсегментный в общем вот я решил использовать их но не только их то есть их пришлось вот так параллелить несколько штук но еще и использовать модули то есть основной модуль светит типа в центр а по бокам светят уже ленты и смотрим что у меня получилось бам такие вот жесткие самодельные панели здесь у меня использована оранжевая лента что интересно оранжевая лента допустим почему-то усиливает свечение в оранжевом поворотнике в белом поворотнике она просто теряется несмотря на то что оранжевая если сюда клеить белые полосы то они через желтый катафот продолжают светить белыми нонсенс такая вот оптика такие такие вот какие-то закономерности я не знаю с чем это связано что белый все равно пробивает допустим желтый и светит белый или допустим почему оранжевые ленты слабее светятся в прозрачном поворотнике плафоне чем в оранжевом в оранжевом почему-то цвет усиливается также так как очень много раз сталкивался с тем что ленты в автомобилях перегорают а тут наверное сыграет на руку то что это задние фонари то есть сюда можно приложить длину всех проводов от реле поворота от лягушки стопаков до от включения габаритов от выключателя то есть длина приблизительно больше трех метров и просадка напряжения все таки я думаю здесь будет присутствовать то есть негалимая 12 или 14 вольт сюда будут приходить а 11 12 то есть перенапряжение им по сути вроде как не должно грозить но опять же практика летом уже покажет что получится само собой а потом об этом уже в ходе использования москвича летом расскажу а сегодня просто проверим то что у меня получилось здесь повторюсь оранжевая светодиодная лента здесь у нас smd 5050 белые плюс модуль вот этот светодиодный заказан 12 вольтовый здесь опять модуль и ленты и я воплотил свою мечту меня всегда дико бесило в москвичах то что вот это место не используется что в 412 допустим это правая фара это задний сигнал это габарит это задний ход это габарит это стоп вот это место не использовались что в 40 москвич и у нас наоборот идет фара вот такая потому что на 412 мм треугольник был поворотником здесь поворотник это это габарит ближе к номеру стопа и опять же это место не использовалась это левая фары на сороковом получится меня это всегда очень очень расстраивала так Плюс и на первом своем москвиче И на этом москвиче я планировал сделать И на ешоде у меня сделано Везде сделаны диодные развязки То есть габарит горит И стопак срабатывает все как положено Но если габариты не использовать А просто нажать стоп У меня стоп загорается вместе с габаритом Потому что здесь стоит между ними по плюсу диод Но когда загорается габарит Диод в закрытом положении Не пускает напряжение на стопак Вот такая ситуация И еще куда-то диод у меня ставился Чтоб в обратку что-то не уходило Я не помню точно Там логически подумать и понятно будет Здесь же я решил уже не морочиться с диодами А сделать два стоп сигнала Как я и хотел То есть это будет стопак А вот здесь как раз неиспользуемое место будет габаритом Да он немножко подальше от края автомобиля Но по сути кто сейчас из гаишников Помнит как должны светить фонари На 412 или 40 москвичах И в принципе Если потребуется это все можно будет отключить Так как резинка уже усохла Она у меня сейчас закреплена Натянута на термоклей По сути осталось только герметиком пройтись И посадить на раз уже сами плафоны Здесь у меня продублированы минусы все То есть плюс у нас там на пятаке под лампу То есть вот эти штатные провода Они используются Они остаются в работе Дополнительный модуль у меня выведен вот здесь Коричневый и черный Так как здесь глубокий внутри плафон Само собой провода можно убрать будет Там резинка идет между задом машины и стопаком И где-то их вывести Отверстий хватает в москвичах Повторюсь там заложено на модернизацию Очень много разных технических отверстий Разных каких-то креплений и прочего Также технические отверстия под вот эти корпуса ламп Тоже увеличены То есть здесь спокойно тоже можно просунуть провод Так ну что давайте посмотрим Как все это дело работает Итак поворотник Так лишний свет надо отключить Хотя бы вот так Поворотник оранжевый Светит по-моему довольно слабо Но в плафоне вообще шикарно И то о чем я говорил Желтый На камеру кстати лучше видно чем на самом деле В реальности я вижу просто три полосы какие-то Даже не рассеянные Оранжевый намного приятнее смотрится Это у нас был поворотник Это у нас габарит который будет стопаком Проверяем его Не тот Четыре светодиодные полосы И вот так с контрастностью поиграл И модуль Светит шикарно Так дальше Это был штатный габарит Это у нас штатный стопак Так контрастность То же самое Четыре полосы И модуль Теперь используем вот это Неиспользуемое место Тоже четыре полоски По три диода светят Теперь все это дело закрываем И смотрим что у нас получается Поворотник Штатный габарит Штатный стоп-сигнал И самодельный габарит Который у нас вот здесь Опять же на камеру Светит не так интересно Как на самом деле Тут двойной слой Плафона получается То есть обычное Красное оргстекло Плюс катафот И цвет довольно интересный То есть это у нас габарит И стандартный габарит Со стопаком мы параллелим Вот это у меня будет Стоп-сигнал Габарит светит постоянно При нажатии на тормоз Загораются еще два плафона Так, теперь возьмем Одну из белых сборок Допустим вот эту И про что я говорил Если ее использовать на поворот По сути вот Как сработал телефон По контрастности Так на самом деле Приблизительно и светит она И если мы ложим Желтый плафон Опять же камера Не передает свет Он становится вообще Блекло-блекло-желтым По сути продолжает Светить белым Так что оранжевые ленты Жалко что не было Более мощного цвета Оранжевого Так что оранжевые ленты Считаю вообще Хоть и слабые Но здесь они справятся Честно скажу Работа довольно трудоемкая Это не просто наклеить Какие-то полоски И напаять их Вот эти старые рефлектора Пришлось пассатижами Просто вырывать Расковыривать Потом Как только вот Из завальцованного конуса Выскакивает какой-то конец Его можно уже вытащить Но повторюсь Это довольно сложная операция Дремель не берет Китайский дремель Против советского железа Просто бесполезен Даже ржавый плафон Он толком не может пропилить А болгаркой лести Я тут что-нибудь лишнее Обязательно прорежу Также предусмотрел плохой исход Допустим Событий Мало ли какая-то лента сгорает Почему я отказался От одиночных модулей Которые вроде бы и светили Если он сгорел Потух допустим Целиком габарит Или стоп-сигнал Или поворот Здесь сгорит один диод То есть выпал сегмент Выпала лента Сгорела вторая лента Еще продолжают гореть Какие-то ленты Здесь сгорит сам модуль По центру Остается 4 ленты Еще 2 сгорят Все равно будет гореть 2 ленты То есть даже при сгорании половины лент Все равно стопак будет выполнять свою функцию Да, немножко тусклее Но он будет с этим справляться В плане подключения Мною любимая схема Параллеливания лент Это с одной стороны Допустим я плюс пропараллелил И чтобы перемычки друг над другом не шли Я уже с другой стороны минус параллелю Здесь вот наглядно получилось Как вообще в идеале Здесь только плюсовые проходят И плюс питание уходит Здесь только минусовые проходят И минус питание уходит То есть плюс и минус Никаким боком вообще не пересекаются Здесь так же получилось Здесь по сути так же получилось Минус пришел здесь Так как у нас ленты все сквозные по питанию Минус здесь продублировался Плюс пришел сюда Плюс здесь продублировался Единственное Вот здесь пришлось минус брать отсюда Ну и здесь отсюда Но опять же они нигде друг над другом не проходят Единственное место где что-то друг над другом проходит Это вот здесь минус, пришлось проложить поверх перемычки люсовой. Но опять же, всё через термоклей, всё с зазорами сделано, всё тяп-ляп на соплях из говна и палок, как я люблю говорить. В принципе, суть ролика рассказал, к чему я ввёл. Это единственная фара, которая у меня сделана. Вчера я целый вечер угробил на неё, ну не только её, ещё кое-что снимал по видеороликам. Но основные силы потом уже под вечер были брошены именно на эту фару. И сегодня я буду доламывать второй плафон, переделывать его также на светодиоды. Если не забуду, то в доп. материалах будет какой-то ещё от съём по второму плафону. Так, и на этом не всё. Я ещё говорился про прерыватель. И у меня была интересная затея. То есть у нас, грубо говоря, раз в секунду чпуньк, чпуньк, чпуньк мигает поворотник. Я хотел поставить на него ещё реле-прерыватель, который, как заявлено, блин, у продавца регулируется от 50 до 200 мерцаний в секунду. То есть 50 – это, опять же, приблизительно раз в секунду, а 200 – это 180, это уже 3 мерцания в секунду. Ну, тут чуть больше 3 мерцаний в секунду. Ну, блин, он не выдаёт просто этого, по сути. То есть возьмём так, так, так. И сейчас у меня он просто в минимум выкручен. Так, B – это у нас питание в базах, а L – это свет, light. И вот это самое частое – раз, два, три, раз, два, три. Наверное, два раза в секунду он промегивает. Мне-то вот именно хотелось, чтобы он во время стандартного сигнала, раз в секунду чпуньк, чпуньк, он несколько раз, раза в три промегивал. То есть так, тык-тык-тык-тык-тык, как стробоскоп проскакивал. Это было бы интересно понаблюдать, но, блин, релюхи не подходят. Не знаю почему, может попробовать ещё какие-то заказать, может какие-то более скоростные. Вот написано даже 50CM-200CM, то есть от 50 до 200 мерцаний сигналов в секунду. Также есть мысль попробовать релюху воткнуть сразу после реле-поворотников, то есть задействовать не только задний стопак, но и чтобы передний поворотник тоже от него работал. Но опять же, повторюсь, нет смысла, потому что слишком редкие промегивания. Реально четыре-пять раз, вот вообще бы шикарно было, да, за одну секунду, там пять раз. Типа так, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вообще бы смотрелось шикарно. Сразу бы это бросалось в глаза. Единственное, интересно, вообще прикол, да, на аварийке, как бы эти двери-люхи повелись, они же независимо, каждая на свой стопа-поворотник стоит сзади, и они бы, возможно, даже не синхронно горели. То есть там быстрее все равно от конденсатора, от емкости, от скорости заряжания конденсатора срабатывает какой-то терристор или что-то подобное, и эти сигналы регулируют. То есть все равно, как бы они не были идентичны, одновременно они будут быстрее всего не всегда срабатывать. Кстати, в докуматериалах может быть еще что-то увидите по релюхе, но в принципе основную мысль донес. Такая вот переделка получается с установкой дополнительного габарита, со старым габаритом объединяется у нас стопак, будет стопак, поворотник желтый. Кстати, плафонов желтых у меня всего два, и они оба на москвиче, это пришлось вчера стопак правый разобрать, чтобы для экспериментов снять плафон. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому интересна автомобильная тематика, самоделки, распаковки, ремонта, обзоры инструмента, обязательно подписывайтесь на основной канал, лайв-канал, инстаграм, мы есть в тиктоке, яндекс, дзене, группа вконтакте. Те, кто шарят в оптике, блин, напишите, почему такой эффект, почему оранжевое в оранжевом усиливается, а в белом наоборот теряется. Интересно бы мнение специалистов услышать, может я что-то в школьной физике пропустил, может я чего-то не понимаю в оптике, но тем не менее. Пишите в комментариях свои мнения, свои подсказки, также предлагайте идеи по модернизации кибермосквича. У меня на него очень много планов разных, то есть само собой он будет весь в светодиодах. Сейчас у нас идут январские каникулы, середина как раз, пятое число. Видос этот выйдет, наверное, даже не в январе, ближе, наверное, к февралю, к марту, потому что видеороликов довольно много. И я планирую все-таки уже на ход обратно поставить москвича к апрелю, потому что в прошлый год, допустим, длина. На этом все, всем спасибо за просмотр, как всегда, всем всего самого наилучшего и всем пока! Интересно, редюха будет по минусу работать, типа база? Нет, не работает, а так работает, да? Эта частота у нас максимально поставлена, то есть минимально, то есть максимально возможна, понимаю? Но, блин, все равно слишком редко, надо, чтобы чаще мигало. Краткий обзор, как это делать. Вот так вырываются рефлектора. Далее припаиваем плюсовые провода на стандартные петаки. Далее заклеиваем термоклеем провода. На случай, если даже с той стороны провод надавится, сюда вылетит весь плюсовой контакт в термоклее. То есть никакого замыкания об корпус не будет. Далее на термоклей приклеил диэлектрические пластинки. Ну, по сути, это всего лишь одна из сторон сэндвич-панели. Она довольно мягкая, хорошо клеится, даже к металлу на термоклей. Также сразу делаем разметочку, чтобы по центрам понятнее было, куда клеить диоды. Расклеил все светодиоды абсолютно идентично. Правда, сначала, так скажем, немножко накосячил. Оранжевые поклеил на место стоп-сигнала. Короче, пришлось переклеивать. Теперь остается только пропаяны пятаки. Здесь минусовые, здесь плюсовые остаются. Остается только раскинуть перемычки и подключить провода. Перемычки везде поставлены. Плюсы и минусы подключены. Приклеиваю уплотнительную резинку и собираю. Проверяем. Поворотник. Оранжевый. И такая же схема светодиодов, как на предыдущем стопаке. Короче, вот так получается. Сейчас на каждом фонаре стоит своя релюха. Вот они обе висят. И, само собой, задана разная частота мерцания. Которая нижняя пореже, которая верхняя почаще. Жопка москвича хочет стопачка. Так, а теперь я снял родной стопак. Вспомнил, что они немножко затонированные. То есть, если выключить свет, видно, что они намного темнее, чем вот эти. И, само собой, разный рисунок. Потому что вот это у нас от 412, по-моему. Это от 40. Да, от 40 габарит. А стопак круглый. Все правильно. И здесь моя задумка довольно сильно просвечивает. Но тут есть вот такие катафоты, которыми вообще охренительно все смотрится. То есть, вот так очень хорошо стало видно светодиодную ленту. И это очень хреново, да? Ну, ложим. И вообще офигенно. Просто офигенно. Он светит именно, светится именно вот этот катафот. То есть, весь свет, который сюда попадает, он преломляется. Там же у нас разногранная такая текстура сделана. И светится вообще офигительно. Сравним, допустим, вот с этим, да, плафоном. Тут тоже, в принципе, интересно. Но это нравится мне больше. То есть, вот такие стопаки у меня будут стоять. Что-то я, правда, понять не могу, как они устанавливаются. Приклеиваются туда что-то. Потому что я думал, что они защелкиваются. Ну, а тут зазор очень большой. И я не могу найти вторую такую катафотину. Макс привозил обе. Короче, вообще огонь. Короче, вот так получается. Оба тонированные стопака. И вот так будет стоп-сигнал. Так будет габарит. Ну, и мерцание поворот. Сейчас оно рассинхронизировано. Но я думаю, пока без прерывателя будут работать. Так как уже снял сами фонари, то полностью на герметик собираю эти фары задние. И устанавливаю на москвич. Можно было попробовать RGB. Нет, RGB под желтый не настроить, да? Там у нас красный, зеленый и синий. А нам надо красный и желтый, чтобы получился оранжевый. Нет, вырезать.